Привет, друзья! С вами Розе, и это обновление. Sorry, что так поздно, просто у меня сейчас немножко другой геймплей, и я играю ночью. Так как я играю ночью, я сплю днём. За ивенты там просто много очень вкусненького насыпало, то sorry, что так поздно. Давайте начнём. Самое вкусное, это что добавили. Наверное, подметим. Давай сразу с донат магазина начнём. Пойдём по обновлениям и ивентам. Добавили смену класса. Очень круто. К примеру, у меня есть лучник. Я хочу его поменять. Вот эту карту. Это будет стоить 50 монеток. Одна монетка, это 100 алмазов. Вы понимаете, да? Это 5000 алмазов. Нужно, чтобы поменять пиол карту. Один скилл красный поменять, это 8 монет. Пиол скилл поменять и 19 монет. Вот давай возьмём. К примеру, я хочу перейти на арба. Орб у меня есть, это уже круто. Там преобразить в руку Кабрио. Останутся и показатели Элесика, это очень круто. Так, 8 монет. Давайте посмотрим, сколько мне нужно будет, чтобы просто поменять скиллы. Там хаос, я хочу там на боль кармы. Метеор мы меняем. Давай на злой рок. 38 монет. Ну, мастерство мне не нужно. Оно и так максимальное. Также героические скиллы. Там бурю мы меняем на божественную кару. К примеру. Постановление заклинаний. Не знаю, вот так. Божественная вспышка. Улучшенный орб. Нежный шторм оставим. Итого, ну, 7800 получается. У меня есть фиол карта орба, а то так бы получилось бы 12 с чем-то. Я хочу лишь карту одну поменять. Вот, 5000 алмазиков. Поменять мне карту. Ссылки в описании под видео. Если вы хотите поменять мне карту. Давайте тогда сразу посмотрим. Вот, начнем с такого шундучка красивого. Карты веры. От улучшенной до легендарной. Карты от улучшенной до героической. Ордена славы, знаки поручения, кристалл, улучшенный кристалл. Высшего качества на выбор пособия. Вода инхасад повышает виталку и апает процентики. Бонусная монета мастерства перьпаки. Да, обычная. О, часики пришли. Крафтить за часики. Давайте посмотрим. Сундучок. Вот видим героический посох. Ну, такое не очень. Что-то краснуха дороже. 1%, ё-моё. 1%. А тут, я так понимаю, одноручный мяч. И тут шансом. Типа, или краснуха, или эмфиол падает, я так понимаю. А тут вы на выбор выбираете. Там кровавый небулит. Элизиум. Так, улучшенный легендарный. Улучшенный героический. Так, кристалл. Улучшенный кристалл. Чет не видим орденов. Чистый эликсир. Вот такой вот эликсир ещё добавили. И 30% шанс создания. Давайте попробуем создать. Конечно, я вам бы не советовал этого делать. Будем так же по 5 эликсирчиков. Ну, забирается. За неудачу. Ну, мне 2 раза не повезло. Какой новый эликсирчик такой. За него поговорим. Добавлены временные коллекции. Вкусненькие временные коллекции. Точная защита. Увеличение урона от оружия. Весь урон плюс 3. Тут такие паки. Сотрите, если часики нужны, то можно купить. Ну, здесь они бы сюда в часики положили. Было бы вообще шикарно. Этот пак был бы очень крутой. Ну, и так же агатионы аналогично. Обновление для класса одноручный меч. Короче, очень хорошо апнули танков. Цель до 3 врагов. И так же добавили новый скил. Редкий, тоже до 3 врагов. Получаются теперь 2 масухи ещё дополнительно. Тут масуха легендарная увеличивается с 4 до 5. Качи стать лучшим. Я за танков не знаю, что там. Топ эффект. Увеличение сопротивлению безмолвию. Короче. Танки становятся танками. Добавлена новая коллекция предметов. Доп точность по оглушённой цели. Для дестров, для танков. Да? Для ножей. Поражающий удар. Стойкость. Стойкость. Продление жизни. Аура атаки. Отклонение стрел. Аура защиты. Ничего себе. Нужно очень много книг на эту колу. Добавлена система стиг. Вот мы за это сейчас и поговорим. Стиг всего 16 штук. И каждая из них добавляет умения, свойства, характеристики каждому оружию. У каждой стигмы свои условия для активации. Система стиг станет доступной, если использовать 15 эликсиров или более. Нужно 15 эликсиров использовать и тогда открывается стигма. А ту баночку, что я крафтил, неполный эликсир. Материал необходимый для активации стигмы. Я сейчас не могу ни одной стигмы открыть. Мне нужно хотя бы 15 эликсиров использовать. Тогда можно открыть первую, вторую стигму. Урон от обычных атак, точность крит атак, увеличение урона обычными атаками. Сопротивление крит атаки, снижение урона от обычных атак. Я так понимаю, первая, вторая стигма. Если мы переходим там третья, четвертая стигма. Будут работать третья, четвертая. Накидываются дополнительно вкусняшки. Вот так получается. Вам надо хотя бы 15 эликсиров, чтобы первую, вторую стигму открыть. У каждой стигмы свои условия для активации, которые указаны ниже. Или первая, или вторая стигма, я так понимаю, открываются. Сопротивление крит атаки, снижение урона очень сложно. Слушайте. Неполный эликсир можно создать при помощи предмета чистый эликсир. Кристаллы улучшены. Кристалл. Да, 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 да. Ну, при неудаче. Вот 15 возвращается. 20 влаживаете, 15 возвращаете. Шанс успешной активации. Необходимо активировать стигмы от первой до четвертой. Первая запечатанная стигма. Шанс активации 15%. Запечатанные стигмы всего 4 и каждая из них добавляет уникальное пассивное умение каждому оружию. У каждой запечатанной стигмы свои условия для попытки активации, которые указаны ниже. Ну, то бишь, чистый эликсир. Смотри, сколько у вас чистого эликсира, я так понимаю. Шанс активации 15%. Активации стигм, которые являются условиями активации запечатанных стигм, применяются отдельно для каждого оружия. Если выполнены условия активации, то можно попробовать активировать стигму за счет использования неполного эликсира. Эффект запечатанной стигмы фиксированный. Изменений после активации не будет. Первая запечатанная стигма. Вот. Для каждого оружия модифицируется умение контроль магии стрелка клинка с пятой по восьмую. Сила, ловкость, интеллект. Потом, ну, это уже для таких запущенных ребят, которые, я думаю, там уже видим блокировка умений, блокировка урона. Общее для всех видов оружия, видите. Активируете стигму именно там, какую вам нужно. Вот эти первые стигмы. Там магия и интеллект, к примеру, да. Активация запечатанной стигмы представляет собой усиление существующих умений наследника. Контроль магии 3. Получается, давайте мы посмотрим. Вот, контроль магии 3. Это синее умение. И оно будет апаться. Оно будет увеличивать точность, получается. Не надо пробовать вот этот новый эликсир крафтить. Вам надо хотя бы 15 эликсиров, чтобы активировать стигму первую. Ну, я так понимаю, 15 использованных эликсиров. Так, вы меня поправляете там, если я что-то несу, я могу нести. Я просто не выспался. У меня там война на сервере. Дядюшка Розе один против всех. Запускаемые стигмы даруют особый эффект для помощи в бою. Задействовать запускаемую стигму можно за счет использования эликсира после того, как активированы все запечатанные стигмы. И эффект активированной запускаемой стигмы можно изменить в любой момент за счет использования вот этого эликсира, который второй дам. Эффект запускаемой стигмы у всех видов оружия одинаковый. То есть всего 9 умений. Вот это да. При успешной атаке наносит урон по области. Бомба стигмы. 1 и 3. Блокировка умений, блокировка урона. Очень интересно. Это запускаемый стигм. Увеличивается максимальный уровень клана. И также добавляются новые предметы. Видим книги добавились. Но кто-то мне наврал, что там говорили будет буря 3. Буря 3 может это в дальнейшем там на 25 уровне клана будет. Но пока вот магу дали замешательство. Арбам круто. Мистический щит за 6 лямов хонора. Очень круто тоже. Но лучше конечно копить хоноры только на фиол скилы. Вот настойка маны. Интересно восстанавливает 5000 мп. Вот сундук славы с камнем руны на выбор. 15 тысяч. Ага уровень клана 24. Мешочек славы с драк камнями. Часы хрома рассвета смотрите. 30 тысяч всего. Хочу 24 уровень клана. Агатион, корун 12 миллионов. Очень прикольно добавлено. 3 новых агатиона. Корун, Данди и Ящер. 1 героический и 2 редких. Так это Бальбоу, который крафтится. Поддержка ломания стрел против арбалетов луков. Я так понимаю. Теперь что это у нас? Корун. Мощность обороны. Смотрите прикольно. Увеличит урон от умений. Точность умений. Мощность обороны. Прикольно. Прикольно. 2 редких. Это у нас получается Данди. Прикольный такой вообще. Что-то у нас закрываешь. Видим точность. Но это клановая виверна. Данди. Защита. Уедет. Оно это нереально закрыть. Ящер. Так. Весь урон закрывает. Круто. Понятненько. Вот 2 выноса мне бы закрыл бы. Вот такие добавлены агатионы. Добавлена система поручений клана. Это вообще самый сок. Ребята. Самый сок. Вот боссы. Нет. Это не то. Поручения. Вот. Вот такие вот поручения. Которые можно сбрасывать. Я так понял. Если я обновлю. Нет поручений. Которые можно. Ага. Это когда вы выполняете поручения. Вы можете обновить поручения. Все типа. Очень сложно. Ну короче. У нас появляются теперь. Вот такие вот знаки. Вы выполняете поручения. Добавляете точную там. Зеленку. Белые вещи. И можно апать. Вот видим весь урон. Это клановые умения. Некоторые клановые умения. Только КЛ может использовать. Очень прикольно. Умения. Там активация. Время действия. 1 минута. Время перезарядки. 10 минут. Шанс оглушения. Удержание. Такое атакующее. Прям умение. Да. Идет какое-то защитное сопротивление. Оглушению. Там к примеру. КЛ будет решать. Активировать или нет. Видим точность ПВЕ. На час. Это я так понимаю. На всех шанс оглушения. Шанс получения 25%. Это еще до него дойти. Нужно как-то. Это все типа. Надо вот так изучить. Или пойти вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Или вот так. Вот так. Вот так. И пойти потом сюда. Время действия. 1 час. Перезарядка. Защита в ПВЕ. Снижение урона в ПВЕ. Так. Смотрим. Поручение. Вот я добавил уже одно кольцо. Мне дали вот такие вот монетки. Вот это самое вкусное. Я думаю. Наверное. Это будет самое вкусненькое. И за эти монетки мы можем покупать. Вот видим. Вот такие бутылечки вкусненькие. Вот 150 монет. 300 монет. Да. Сундук с кристаллами. Сундук с орденами. Каждую неделю можно покупать. Вот даже взять сундук с орденами. Вам может там 40 тысяч. Это минимум выпасть. С двух сундучков. Это 300 монеток. Также карты. Вот. Видим. Нужно карты брать. Вот. Две карты. От улучшенной до легендарной. Карты по 11 раз. Вы добавляете сюда. Вот я добавил. Мне дали 14 монет. Закрывая полностью коллекцию. Награда. Вот такие монеты. За которые вы апаете. Видим. Красные. Тут зелененькие. Тут красненькие. Вот такие монетки. Короче. Вы добавляете. Вам дают такие монетки. За которые вы можете покупать. Клан торговца. Который находится в клан холле. Не тяжело как бы найти. Торговец с поручениями клана. И вот видим прайсики. Вот я кольцо добавил. За 20 алмазов. Самое вкусненькое. Что теперь взлетят цены. На разные вещи. Вот я смотрел. К примеру. Девяточеный. Вот. Вот этот посох стоил 15 алмазов. Он дает 144 монетки. Вы понимаете о чем я говорю? То бишь сейчас этих посохов нет. А было штук 10. Можно добавить один такой посох. Получить 144 монетки. Закрывается полностью коллекция. Награда за завершение монетки для развития клана. За монетки. Видим. Тут шанс тоже. Очень непонятно. Очень непонятно. Видим. 5 тысяч монеток. 6 тысяч монеток. Я в общем вас веду в курс. Вот. Видим. Разэн топ 1. Потому что я как бы один в плане. Смотреть. Рынок. Чекать. Вот даже по 72. Вот такой девятый кинжал. Видим 200 алмазов уже. На. Потом вот это. Мы смотрим девятое. 140 алмазов. Цены прям апнулись сразу на зеленку. То рынок оживится. Очень круто. Дядюшка разэ рад. Ребят. Дядюшки разэ рад. Я хотел копить денежку, но теперь не буду. Я буду ее всю влаживать. Дядюшку разэ. И веселиться на Леоне 2. Пока мне не предложат мир. Я им предлагаю. Каждый день мир. Они. Ну морозятся. Ну мороздьтесь. Будете радоваться. Там. Короче. Все тухленько. С ребятками. С топ сайда нынешнего на Леоне 2. Так. Ну с клана. Вот. Клановое поручение. Вы добавляете. Только я еще не понял. Это для каждого индивидуально. Или это для всех со клан. То успел. Добавил. То ты молодец. Да. Что такое мне кажется. Вот. Клановые скиллы. Появление клановых скиллов. Вот. Агатен Бальбо. Это мы можем купить. Вот. Без ограничений. Душа Бальбо. Стоит 1000. Вот этих монеток. Которые дают. За добавление в колу клановую. И нужно 5 Бальбоу. И 10 тысяч алмазов. Чтобы попробовать скрафтить Бальбоу. Его можно создать с определенной вероятностью. Вот такого агатенчика. Вот новый агатен Бальбоу. Так. Изменен. Подбор. Это Зик Артерика. Бартс. Леона. Максимальный запас энергии. Инхасад увеличен с 50 до 100 тысяч. Очень круто. Также добавили иконки. Вот тут будет появляться иконка. Вход в Некрополь. Остров Пробуждение. И горную зону конфликта. А то не все просто обращали внимание. Те кто знал по времени. Те заходили. А те кто не знал. Так теперь могут даже поучаствовать. Потому что увидят иконка. Которая будет с отсчетом времени. Для закрытия входа. Добавляется. Теперь взносы клана. Не 3, а 5. До 5 июля. То бишь на неделечку. Также взносы клана. Х2. И добавляется виталочка. Не 500 орденов славы. А 1000. Очки опыта. Не 300, а 600. Идем дальше. Ключи единства. Теперь можно создавать. Я так понимаю. Ключи единства. Теперь вот эти сундучки с сосновым посохом. Можно приобрести. Можно во время ивента. До 12 июня. Это то есть 2 недели. Вы можете покупать 8 сундучков. Вместо 4. 8 сундучков. И также в создании. Вот этот ключ. Можно создать не за 1,5 миллиона. Нажимаем ивенты. Ключ единства. И 150 тысяч. Количество на сервер. Количество на сервер. На аккаунт. Сброс каждую неделю. Вот у меня есть. Давайте создадим. Очень круто на создание. Купить 2 сундучка. Спокойненько. Подешевно. И зафармить рбшечек у себя в клан холле. Так. Там от количества тычек вроде. Боссы стали умирать. Давай мы Леню возьмем. Леня у нас самый крутой. Он нас делает максимум тычек. Так. Вот я убил Феллис. 560. 560 тысяч нужно чтобы убить Феллис. Прикольно. Работягам накинули халявочки. Ну как халявочки. Но уменьшили. Красавчики. Так. Мне и второй же надо зафармить. Вы что? Так. Снова Феллис. Ты фарми тут. А я пошел дальше работягам рассказывать что тут добавили. Обновили пропуск. Видим пропуск. Мы проходим. Что тут у нас вкусненького по прохождениям. Опачки. Взнос клана. Тысячу орденов. Вот тут у нас убить монстров на острове дьявола или храм за паром. Но это для меня невыполнимо. Посмотрим что тут. Вот такие сундучки видим. В которых реликвия энергии. Магический пергамент. Ну вы наконец-то. Кристаллы. Кристаллы души. Ничего себе. Они наконец-то что-то полезное начали вложить. Ну куча виталки. Видим тут по полторы тысячи виталочки. Если вы покупаете пропуск. Премиум. То вам приходит письмо на почту. И каждый член клана который покупает пропуск. Ну это все знают как бы. Финальная награда 10к виталки. Перед финальной наградой на 6 раз карты. От обычного до героического. И такие вот сундучки реликвия энергии. Магический пергамент. Великолепно. Вкусный пропуск. Что у нас ежедневная помощь. Добавлено ежедневная помощь. Финальная награда чистый эликсир. Видим ежедневный бонус виталочка. Опять такие же сундучки. Тут у нас ордена со свитком поручения. Кристалл души кошачья банда. Круто. Пол ляма адены. Прекрасно. Так. Это что? Зелье развития. Когда у тебя на складе 10к этих свитков валяется. Это опять поручение инхасад. Перед финальной наградой карты. Агатиона высокого качества. 6 раз. И чистый эликсир. Также добавили вот такой вот пропуск за 1500 алмазов. Ежедневная награда позволяет получить выбранные предметы из списка. То бишь или карты класса или карты Агатиона. Вы выбираете то или то. Чистый эликсир. 10 штук. Тут у нас позволяет случайный класс. Редкий героический. Финальная награда у нас случайный класс. Героический. Мы получаем 200к витал. Ну как всегда очень вкусно. Позволяет получить предметы из списка с рунами. Руна 2. Что это за ордена славы. Ну вкусненькая такая. За полторы очень вкусненькая. Помощь очень хорошая. Очень хорошая героическая карта. Так Леня. Леня ты мне не нравишься. Леня верни мне красавицу пожалуйста. Вот она. Такая. Мадмазель. Так. И завершающий ивент. Это энергия инхасад. Приходит на почту. 2100. И вот сундук. Сундук клана для развития. Зелье развития. Светки модификации. Зелье пробуждения. Ивенты и обновления на этом все. С вами был Розе. Пиши свое мнение. Свои эмоции. Как твое настроение. Ставь лайки обязательно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok